Сегодня мы с вами поговорим о варикозе. И вот, если обратиться к интернету, к ютубу, посмотреть, как определяется варикоз. Варикоз это расширение поверхностных вен, которые условлены ображенной слабостью венозной стенки. К сожалению, варикозная болезнь это генетическое заболевание, свое наследство мы изменить не можем. Варикозная болезнь это несостоятельная соединительная ткань, которая, собственно, обусловливает дальнейшее нарушение венозной стенки. Происходит дисбаланс содержания одной из теорий варикозной болезни, несоответствия уровня эластина и коллагена в соединительной ткани. А вот смотрите, совершенно противоположное представление о том, что варикоз это наследственное заболевание, это значит слабость соединительной ткани и так далее. Вот если бы это все было действительно так, то этим бы болели и дети. Но вот интересное высказывание доктора Комаровского. Говорим сегодня о варикозе. Варикоз действительно чисто взрослая тема. Я по крайней мере за 40 лет работаю в педиатрии, ребенка с варикозом не встречал. Варикоз это расширение подкожных вен. Причем имеется в виду, что, как правило, когда мы говорим о расширении, то диаметр вот этой расширенной вены всегда более 3 миллиметров. И, как правило, речь идет о том, что эти вены находятся на нижних конечностях. Что называют варикозным расширением вен? Официальная медицина. Процесс, когда венозная стеночка расширяется, вены начинают выбухать, венозная кровь застаивается. Вообще, варикозная болезнь известна с давних времен. Повышенное давление в венах встречается не только в ногах, но и венах пищевода, желудка, органов малого таза. И все же наиболее часто поражаются нижние конечности. Во всем мире варикозной болезнью страдает около 30% мужчин и почти 60% женщин. Многие врачи считают, что главная причина варикоза – это отсутствие или повреждение венозных клапанов в венах. Из-за чего кровь, вместо того, чтобы двигаться снизу вверх к сердцу, частично оттекает обратно к ногам. В результате вены переполняются в крови и расширяются. И это действительно так. Но это не единственная и, возможно, на сегодняшний день даже не главная причина варикозного расширения вен на ногах. Очень часто варикозы приводят повышенные газы из крови. Итак, сделаем небольшой анализ того, что мы с вами услышали. В первом случае расширение стенки вен наследственное. Второе – тоже наследственное. Вот третье интересное – слабосоединительная ткань. Но если бы слабосоединительная ткань у нас была, и тем более она передавалась по наследственной, то получалось бы, что то, что имеют родители, то имеют и дети. Но оказывается, нет. В детском возрасте этого нет. То есть что-то происходит со стенками и соединительной тканью такое в подростковом возрасте, в более взрослом возрасте, что стенка начинает истончаться и расширяться. Далее очень важно подмечено, что расширение вен может быть не только на нижних конечностях, но и в других отделах венозной системы. Мы слышали, да? Пищевода, желудка и так далее. И наконец-таки вот услышали то, что на расширение вен в качестве одной из основных причин влияет густая кровь. Что, что и как, почему это происходит. Вот как это всё связать воедино или же вычленить что-то главное, отбросить что-то второстепенное и разобраться для себя. Поэтому я беру Большую медицинскую энциклопедию 1958 года. Хотя вроде как она и устарела уже. Но тем не менее, почитаем. Варикозное расширение вен заболевания поверхностных вен нижних конечностей тогда определяли, а также вен семенного канатика прямой кишки. Процесс обычно прогрессирует и связан с болезнетворными изменениями в строении вен и расстройством кровообращения в них. В строении вен, то есть не то, что кровь течёт по вене, а именно в стенках вен. То есть что-то там происходит. И в них расстраивается кровообращение в этой стеночке. И в них расстраивается естественно питание. После чего начинаются вот эти все явления. Значит, здесь интересно. Вот как раз старые специалисты, они не просто там так исследовали, а вот исследовали развитие заболевания, так называемый патогенез. И они выявили, что достоверно ещё не установлен, что существуют многочисленные теории, которые не могут убедительно исчерпывающе объяснять причин и механизмов развития варикозного расширения вен. И в частности вот этих вот теорий, вот сейчас мы как раз услышали, наследственное, значит, то, что вязкость крови, допустим, то, что там бывает и ещё там какие-то там механические явления. Как это всё согласуется? И уже вот обратившись к Большой медицинской энциклопедии, мы уже видим, что всё это давным-давно исследовалось и всё это ещё продолжает, до сих пор перекочевало и пользуется, значит, вот как бы таким спросом на отвалит. Что такое? Да, наследственное. Механическая теория связывает развитие заболевания с различными факторами, а именно, смотрите, профессиональные условия закупорки глубоких вен, там опухоли, что, мол, это ведёт к застою крови и, значит, приводит к тому, что начинают растягивать стенки первоначально неизменённых вен. Значит, считается, что да, значит, эта теория имеет место быть, потому что у лиц определённых профессий, связанных с длительным стоянием и тяжёлыми физическими усилиями, например, у поваров, текстильщиков, продавцов и так далее, это наблюдается. Однако, видите, говорят, не доказано, что воздействие этих именно факторов ведёт к растяжению. Далее идёт теория клапанной недостаточности, вот о чём там говорят, что там это, там наследственно, якобы страдают клапаны и так далее, вследствие врождённой или приобретённой недостаточной клапанов в самих подхожных венах и так далее, так далее. Действительно, что эта клапана недостаточность наблюдается в 75-80 случаев, и она усугубляет расстройство венозного прообращения, способствует развитию осложнений. Но, вот как считается, тогда считалось, что во многих случаях она вторично присоединяется к уже развившемуся расширению. То есть сначала всё-таки начинается в стенке. Что-то начинается в стенке. Но не понимает. Основной и существенной предпосылкой развития венозного расширения вен, очевидно, является болезнетворное состояние самих вен. Однако причины и характеры изменений вен разнообразны и ещё недостаточно выяснены. Вот тут-то и начинается. И исходя уже из этого посыла, нам бы желательно для себя, любимых, ознакомиться вкратце с венозной системой в целом. Что там может влиять на, какие факторы влияют на то, что затрудняет ток венозной крови по венам. И что происходит в самих стенках вен. То есть, что они собой представляют. Вот ответив на всё вот это, уже можно дальше давать какие-то рекомендации, профилактика, лечение и прочее. А не зная вот эти вот вещи, трудно что-то сделать. Ещё что я хочу сказать. Мы все с вами уникальны. И каждый из нас по-своему наживает то или иное заболевание. Поэтому очень важно установить это. Возможно, для кого-то к расширению вен будет больше приводить то, что он слишком много стоит на ногах и не движется. А у другого, возможно, из-за того, что течёт густая действительно круг по венам. И не просто густая круг, а ещё насыщена различными ненужными веществами, которые сосались из-за запора. Возможно, ещё там какие-то факторы, которые бы желательно нам установить. И если мы установим, и тогда, так сказать, зная их, мы сможем, ага, нам надо устранить, грубо говоря, стояние долгое. То есть, больше там ходить и так далее. А здесь нам, если у нас имеется там запор и так далее, нам, значит, надо избавиться от запора, от грязной крови. А если нам у нас так, вроде как, и того нету, и этого нету, а по какой-то причине слабая стенка вен, которая выбухает, расширяется, значит, надо пересмотреть питание. Возможно, добавить такие продукты, которые содержат вещества, питающие стенки вен, укрепляющие их, чтобы они не выбухали. Ну и плюс имеется ряд каких-то ещё упражнений, о которых мы в дальнейшем поговорим, упражнений, процедуры, прочее, 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 которые так или иначе способствуют поддержанию наших вен в хорошем состоянии, в здоровом хорошем состоянии. Вот это нам предстоит и исследовать, и выяснить для себя. Очень интересная тема. Итак, мы приступаем с вами ко второй части. Нам надо понять, почему венозная стенка начинает истончаться и, соответственно, начинает возникать варикозная болезнь со всеми вытекающими. Итак, вот смотрите, у нас имеется система кровообращения. Ну, так сказать, в общем скажем. Ну, круги кровообращения. Существует малый круг кровообращения, вот он, то есть от сердца к лёгким гоняет, для того, чтобы снабдить кровь как раз кислородом. И большой круг кровообращения, то есть кровь, снабжённая уже кислородом, отдавшая углекислоту, она, значит, вот по аорте начинает распределяться по всем, значит, органам и так далее. И теперь следующее у нас получается большое деление. Большое деление – это вот, смотрите, венозная часть кровообращения и артериальная часть. Артериальная часть у нас, кровь движется под действием нагнетательной силы сердца, распределяется, ну и пошла дальше, да. А вот смотрите, а вот венозная, потому что артериальная кровь разветвляясь всё более и более, ну, в смысле, попадая в сосуды всё более мелкие и мелкие, наконец-таки она доходит до капилляров, где отдаёт питательные вещества, отдаёт кислород, получает углекислый газ и вещества отработанные, метаболиты, которые необходимо потом будет вот в печени там очистить. И она, короче, должна вернуться в сердце, для того, чтобы сердце её опять прогнало через лёгкие. И вот тут возникает следующая проблема. Оказывается, гораздо легче качать кровь от сердца по артерии, нежели назад её поднимать по венам к сердцу. И получается, вот я сам для себя узнал, так сказать, впервые, это то, что 70% крови в организме, который имеется, они сосредоточены в венозной части крововращения. И если здесь кровь быстро движется в артериальной, то здесь она намного медленнее течёт, и можно сказать, здесь существует ряд различных механизмов, которые этому способствуют. Ну, какие механизмы так, если разобраться? Это, конечно же, движение, которое способствует тому, что как бы выдавливает кровь, вверх её поднимает. Это присасывающее действие. Тут у нас как раз диафрагмы лёгких, то есть диафрагма движется как насос, и она, значит, присасывает венозную кровь к сердцу. Кроме того, в самих венах находятся, именно в венах находятся такие полулунные клапаны, которые способствуют тому, что под действием силы тяжести кровь не опускается вниз. А, допустим, вот за счёт там движения она поднялась вверх, и потом, как бы сказать, под действием силы тяжести хочет опуститься вниз, а вот эти клапаны её только раз и перекрывают. И за счёт, значит, всего вот этого она, значит, движется вверх. Получается, следующая интересная вещь. Вот если взять, теперь посмотреть на вот эту систему кровообращения, что может мешать току крови, препятствовать? Это в первую очередь, смотрите, плохо работающая диафрагма, если здесь находится. То есть человек как-то плохо дышит. Плохо дышит, диафрагма плохо работает. И вот это вот, значит, уже, как бы сказать, будет предпоследовать для того, чтобы кровь начала застаиваться там. А раз она застаивается, значит, она там уже повышенной, как бы сказать, повышенной силой действует на стеночке вен. Ну, это одно. Значит, диафрагма плохо работает, раз. Второе. Если у нас в районе живота имеется какое-то, как бы лучше сказать, вот когда желудок у нас заполнен пищей, ну, бы, так, как надо, там, допустим, 1,4 заполнена пищей, и особо давления в желудке нету, это одно. Значит, желудок находится в нормальном состоянии, и он не так влияет на кровообращение. Если же желудок у нас растянут, и здесь создаётся в желудке давление, уже это давление начинает передавливать у нас вены, и отток ухудшается. Есть надо нормально, умеренно, не стараться переедать, потому что большой растянутый живот, желудок, это путь к тому, что будет ухудшать венозный отток. Далее, если у нас в кишечнике, то также растянуты кишки, растянуты за счёт того, что у нас имеется запор, то есть они растянуты каловыми массами, то они тоже могут передавливать и ухудшать отток венозной крови, то есть запоры этого препятствуют. Следующее, это то, что женщина беременна, и у неё растёт живот, который оказывает давление, то есть развивающийся плод оказывает давление на ближайшие ткани, в том числе и на венозное кровообращение, то есть он его затрудняет, о чём во время беременности часто возникает, геморрой, расширение вены и так далее. А после того, как женщина родит, всё это проходит. И вот ещё у нас имеется такое образование, как печень, где также кровь проходит через печёнку, здесь она там очищается, фильтруется и так далее, то есть совершается масса различных полезных для организма веществ, но кровь она должна проходить с определённой скоростью через вот этот печёночный барьер. И смотрите, вот она сюда вливается. Если же она не проходит так, как положено через печёночку, то у нас здесь возникает так называемая портальная гипертония со всеми, так сказать, вытекающими последствиями. Кровь в венах начинает застаиваться, вены, естественно, начинают расширяться, и всё это передаётся и на нижележащие отделы венозной системы. То есть важно здесь понимать, если мы говорим в целом о кровеносной системе, если где-либо возникает какой-либо затор, то это сказывается на работе всей кровеносной системы. И так, значит, я сказал, о печени я сказал, о желудке я сказал, о запоре я сказал, о беременности я сказал, всё, что касается кровеносной системы. Ну и теперь ещё вопрос возникает, это о качестве самой крови. Помните, мы как раз говорили о том, что вязкость крови, чем больше вязкость крови, а на вязкость крови это же в основном влияет, то, что мы с вами едим, то, что едим, как едим, что у нас поступает, значит, в кровь. И если, будем говорить, с помощью питания мы с вами сделаем и прочих там процедур, кровь менее вязкую, значит, она будет, венозная кровь, более лучше подниматься вверх к сердцу. То есть меньше будет застоя. И вот теперь мы с вами узнав вот эти вот особенности системы кровообращения, теперь непосредственно надо прийти к венозной стенке. Оказывается, венозная стенка, смотрите, она у нас имеет, ох, она у нас имеет, весьма сложное строение. Тут, смотрите, внутренняя оболочка, и вот как раз вот эти вот полулунные клапаны, которые препятствуют току крови в обратную сторону. Вот внутренняя оболочка сосудов. Раз. Далее, внутренняя эластичная оболочка ещё есть. Видите? Оплёточка. Потом, смотрите, вот ещё наружная тут мышца, вот мышечная оболочка есть. В вене. Далее опять внешняя эластичная оболочка. Наконец-таки, вот она имеется ещё. Наружная оболочка, в которой находится вена. И вот как раз тот специалист, который нам рассказывал про слабость вот этой эластичной оболочки, там, в соотношении коллагена и прочее, прочее, прочее. То есть, вот что влияет на вот эту вот внешнюю оболочку, внутреннюю оболочку, и так далее, и так далее, и так далее. Кстати, сейчас я вам покажу. Вот если вот так вот посмотреть, видите, вот это как раз соединительная ткань в вене, как там она располагается во внутреннем слое, в среднем слое и в наружном слое. Далее, меня заинтересовало, а за счёт чего питаются вот эти вот все эти оболочки? То есть, к ним должно поступать какое-то же питание для того, чтобы они питались. И оказывается, в зависимости от калибра сосудов, то есть, есть большие, ну, грубо говоря, толстые, магистральные, или как там они говорят, стволы, венозные стволы, артериальные стволы и так далее, то вот в этой вот оболочке имеются ещё сосуды сосудов, то есть, внутри этой оболочки проходят сосуды, которые питают. Но с утончением вен, когда просвет становится всё меньше и меньше, естественно, вот эта вроде эластичная оболочка там остаётся, там внутренняя, там внешняя. А они настолько малы, что там уже особо сосудов и нет. И питание идёт вот отсюда. То есть, кровь, которая идёт внутри вены, внутри артерии, она же через вот эту вот стеночку идёт всасывание питательных веществ и питание, значит, вот этих всех эластичных оболочек, мышечной оболочки и так далее, и так далее. То есть, за счёт этого вена питается. Это важно понимать, питание. И тут оказывается следующее. Я как раз вот нашёл интересную такую вещь. Не хочу сказать, что случайно, кто ищет, тот, можно сказать, всегда найдёт. А именно, смотрите, что я открыл статью про воспаление. И вот здесь как раз указаны стадии этого, стадии процесса, который происходит при воспалении в сосудах. Давайте немножечко я его вам прочитаю, чтобы не было, что вот я это всё говорю, говорю, говорю и так далее. Рисунок первый. Схема тока крови в кровеносных сосудах при различной скорости тока. Различная скорость тока в вене в данном случае. И вот что получается, смотрите. Первое. Нормальный ток. Как раз вот картиночку вы смотрите. Второе. Замедленный ток. И что получается, если ток в вене крови замедляется, становятся различимы отдельные эритроциты, лейкоциты, которые собираются в красной зоне. Третье. Краевое стояние лейкоцитов. Лейкоциты там приобретают овальную форму. Но нам это не надо. То есть лейкоциты. Начинается как бы разделение крови на различные фракции. Можно так сказать. Четвертое. Значит, ну так называемый диапедес лейкоцитов через сосудистую стенку. То есть уже на четвертом рисунке лейкоциты начинают проникать через вот эту уже стенку. Они уже проходят. То есть стенка становится проницаемой для них. И пятое. Это говорит о том беспорядочный кровяной ток. Престаз, перестаз и так далее. То есть остановка крови и прочее, прочее. Ну и почитаем еще пояснение, которое как раз вот здесь у большой медицинской энциклопоэдии дается. Я читаю отсюда. Однако решающее значение во всех многообразных проявлениях экссудативного феномена имеет повышение проницаемости кровеносных сосудов, происходящее под влиянием био- и физико-химических сдвигов в АЧГ экссудативного воспаления и накопление в нем различных биологически активных веществ, обладающих специальным действием на сосудистую стенку. И дальше они пишут, что причинно-следственные отношения многих из этих сдвигов патогенезы, то есть в развитии воспалений отдельных и управлений и последовательности еще недостаточно выявлены, но становится ясным. Самое главное, что если у нас в крови, ну в данном случае венозной крови, под тем или иным причинам возникает застой крови, то естественно начинает нарушаться питание вот этих оболочек. Раз нарушается питание этих оболочек, в том числе и вот этого клапанного аппарата, он начинает слабеть, естественно оболочки истончаются, и они уже не могут выдерживать того кровяного давления, которое в данном случае даже в норме может быть, по причине своей слабости, и они начинают расширяться. Я лично считаю, возьму на себя смелость, что главной причиной является застой крови в венах, в венах, ног, за счет которого питание через венозную стенку ухудшается, она истончается, пошло, пошло, пошло. Значит, далее теперь мы рассматриваем уже, как бы сказать, что за причины, которые приводят к тому, что нарушается ток крови, то есть она застаивается. Теперь нам становится ясным, почему такие вещи, как мы до этого говорили, смотрели на общую картину кругового кровообращения, и видели, что если имеется где-то затор, который приводит к тому, что в общем замедляется ток крови, а в венозной системе он тем более замедляется, она и так плохо течет, а то, что если чуть замедлит, она еще больше, и начинаются вот такие вот вещи. Значит, это как раз будет и долгое, грубо говоря, стояние на одном месте, это и причины, такие как беременность, это и портальная гипертония, то есть если у нас кровь плохо проходит через печень, это у нас будет, грубо говоря, и переедание, если мы с вами переедаем, желудок у нас переполнен. Это, естественно, и ряд других вещей, которые могут влиять на вот эту остановку. Я лично для себя понял, где в системе кровообращения может возникать застой, примерно по каким причинам, там запор, допустим, грязная печень, потому что избавляемся от запора, у нас улучшается кровообращение, грязь у нас лучше с варикозным расширением, то есть она уменьшается. Чистим печеночку, тоже резко лучше улучшается состояние вен. Более-менее умеренно питаемся, тоже хорошо. Далее, если мы используем пищу, которая разжижает кровь, разжижает кровь, это, как правило, свежая растительная пища, богатая вот этими всеми соками, структурированной водой, это тоже хорошо сказывается на состояние стенки вен и приводит к тому, что уменьшается варикозная болезнь. А теперь, как бы сказать, часть третья, давайте послушаем, а что дальше рекомендуют специалисты и что мы можем еще сделать. Самое главное, на мой взгляд, лично для себя я нашел причину, которая приводит к истончению. Это, в первую очередь, застой крови, просто тупо застой крови, который препятствует нормальному питанию стенки вены, раз стенка питается плохо, она истончается, естественно, и начинается выбухание. Продолжим наше исследование дальше. Итак, после нашего разбора остается все эти пазлы, которые были у нас, свести в одну картину, сложить. И теперь она действительно слаживается. В чем заключается диагностика? Варикозная болезнь в большинстве случаев развивается медленно и на первых порах проявляется синдром тяжелых ног. В состав этого синдрома входит умеренные ноющие боли и тяжесть в ногах, быстрый утомляемый сног, особенно к концу рабочего дня, могут отмечаться при кухлых стоп и ладышек, которые исчезают к утру. Это как раз первый этап. Помните, мы с вами разбирали стеночку сосуда, что она начинает расширяться от того, что кровь вначале просто застаивается и нарушается питание стенки вены. Вот просто на отстояние там или еще по каким-то там причинам она застоялась. Сидение долгое. И вот это как раз начинается, ноги начинают тяжелеть. И вот смотрите, я даю свои комментарии. Ноющая боль, это только начинается воздействие на веножную стенку. Уже не хватает питания. И то, что какие-то процессы начинают первичные происходить, это вот как раз начинается ноющая боль. Чащесть в ногах, это говорит о том, что кровь уже хуже отходит от ног. Естественно, они, как бы сказать, становятся, можно сказать, тяжелее. Утомляемость. Мышцы не получают должного питания. Также человек чувствует утомление. Но то, что не получают питание. И наконец-таки, как дальнейшее развитие отеки стоп и лодыжек. Это говорит о том, что уже стеночка вен стала проницаемой. И она уже не держит. Начинаются вот эти своеобразные выпады, которые уже говорят об отеках стоп и лодыжек. Лодыжек. Уже на этой стадии, на этой стадии надо спохватиться и принимать профилактические меры. Но послушаем дальше. С прогрессированием болезни вены еще больше набухают и расширяются так, что видны даже в покое. Отеки становятся более обширными, поднимаются до голени. А боли приобретают выраженную интенсивность, появляются жжения и чувство распирания по входу вен. Возможно, судороги. Со временем кровь начинает выходить из вен. Идет дальнейшее, если человек ничего не делает, идет, а также ведет тот же образ жизни, который все это провоцирует. У него, значит, идет дальнейшее разрушение стенок. Стенки становятся тоньше, начинают выбухать и вот это вот все вот так вот проявляется. Слушаем дальше. Со временем кожа и подкожная клетчатка уплотняется. Так развивается липотерматисклероз, экзема и зуб. То есть начинается процесс воспаления. Недаром я его привел. Как идет процесс воспаления? Застой, остановка питания стенки вен. Начинаются вот эти все эти процессы, которые начинают ее разрушать. И в конце концов она становится настолько, и способность, что через нее уже проходят красные кровяные тельца. Вот, вот, вот итог. То есть дальнейшее усугубление. Значит, если человек ничего не делает, ничего не делает, то вот эти все эти выпады через стенку вен начинаются разложения. И в результате, значит, вот начинаются вот такие вот явления. Выход. Это, значит, вот кожа стала вот такая вот уже синяя, а дальше начинают образовываться уже язвы. Потому что уже пропитывание тканей, которые за веной, ведет к тому, что они так же перестают питаться, плохо питаются кожей, начинаются разного рода кожные язвы, и так далее, так далее, так далее, так далее. И все это такое. Итак, значит, вот как раз подчеркнули стадии варикозной болезни. Компенсация, когда можно что-то сделать. Нет жалоб, связанных с варикозом, то есть они не видны, но при осмотре обнаруживаются варикозно измененные вены. Сначала они просто, знаете, просто мы видим, как полосочки такие небольшие, потом они становятся все толще, а потом уже начинают идти вот такие вот, будем говорить, извилистые вены с венозными узлами. Но это потом. Компенсация. Все можно сделать. Все легко и прекрасно делается. Далее. Субкомпенсация. Значит, наблюдается уже ночные судороги. Распирание ощущений и мурашек в ногах. Легкая отечность. Все. Уже не работает. Отечность особенно возникает ниже колена, ну, ближе к вечеру. К утру обычно отеки исчезают. А при осмотре видны ярко выраженные варикозно расширенные вены на ногах. И, наконец-таки, декомпенсация. Уже начинается, так как начинает выходить кровь через стенку вен, начинает выходить в окружающую ткань, значит, начинается уже отмирание кожи, вот это уплотнение сначала ее, как они говорят, тогда, то есть дерматиты, экзема, зуд. Кожа становится сухой, блестящей, с участками депигментации или потемнения кожи. И, в конце концов, дальше идут вот эти вот варикозные язвы. А то, может быть, еще хуже. Тромбофлебит. Что касается современного... Флебология – это раздел сосудистой хирургии, который занимается диагностикой и лечением заболеваний венозной системы. Флебология получила особое развитие, направление, то есть с помощью ультразвукового сканирования просматриваются ноги, просматриваются вены на ногах. В соответствии с этим делается диагностика, диагностика, где что, как целая картография этих вен ног. И становится все ясно, где забито, что забито, как делать и так далее. Если вы уже обратились к врачу, то он может вот так вот все это сделать. То есть врач в флеболог. Будем финалить, будем финалить. То есть поговорим о лечении. И сюда же, наверное, войдет и профилактика. То есть лучше всего заняться профилактикой, когда вот только начинает появляться, нежели лечить вены, когда они уже стали трудноподдающимися. Послушаем, что предлагают врачи для лечения варикоза. Эндогнозная лазерная облитерация очень изящная методика. Она позволяет буквально через проколы, без каких-либо разрезов, устранить неправильно работающие вены. Это достигается при помощи лазерного волокна, которое проводится внутрь в просвет вены через ранее установленный катетер. Лазерный световод под контролем аппарата ОЗИ проводится в области соединения неправильно работающей вены с глубокой вены. После того, как выполняется местная анестезия, мы проводим заваривание вены путем медленного-медленного вытаскивания лазерного волокна. Во время продвижения лазерного луча вена изнутри заваривается. Буквально как сварочным аппаратом. Вене тут же образуется очень плотная пломба, вена тут же перестает работать как сосуд и через несколько месяцев самостоятельно рассасывается. Эта методика позволяет нам выполнить главную задачу нашего вмешательства устранения источника. Продолжим дальше высказывание врача. Лечение варикозной болезни, к сожалению, только хирургическое. Другие методы, это все симптоматическое лечение, оно, как правило, только заводит болезнь на более поздней стадии. Сделали операцию, а что дальше? Послушаем. В среднем посчитано, что если пациент не будет приходить к левологу потом на диспансерный учет хотя бы раз в два года и не выполнять никаких рекомендаций, как правило, через 10-15 лет возникает клинически значимый и серьезный такой рецидив фаривозной болезни. Разъяснение по поводу оперативного вмешательства. Вот есть такое мнение. Пришла пора делать операцию. Операция не травматична, не калечащая. Вытащим вас на следующий день или даже в этом. Рубца никакого не будет, никто ничего не заметит. Вена уйдет сразу же. Это правда. Просто доктор забывает сказать о том, что через два года вена улезет на этом же месте или по-соседству. Потому что слабость венозной стенки осталась. Потому что несостоятельность клапанов осталась. И даже если один расширенный сосудик вы дернули человеку, но другие, на них упадет повышенная нагрузка, и они будут ускоренно изнашиваться. Поэтому, друзья мои, делать или нет операцию, здесь выбор за вами. Для себя уясним, что же надо устранить в организме в первую очередь, для того, чтобы избавиться от варикоза или остановить его прогрессирование. Пока вы не справитесь с этой проблемой, повышенной вязкости крови, ни таблетки от варикоза, ни операции не дадут стойкого и явного эффекта. О лечении варикозной болезни. Существует три группы лекарственных препаратов для лечения варикозного расширения вен с доказанным лечебным действием. Это препараты на основе витамина П. По-другому витамин П называется рутин или рутазит. А есть ли какие-то недостатки или противопоказания или побочные действия? Второй недостаток рутина. Он раздражает стенки желудка, и поэтому многие люди, у которых есть гастрит или склонность к изжоге, жалуются на то, что этот препарат вызывает у них неприятные ощущения. Поэтому его нельзя применять при язвенной болезни желудка, при язве 12-перстной кишки и при обострении хронического гастрита. Слушаем дальше. И главное, основной недостаток рутина, он довольно часто дает аллергии. Вот казалось бы, простой витамин, но тем не менее, аллергия на него возникает нередко. Кстати, еще чаще аллергия возникает при сочетании рутина с витамином С. Есть такой препарат аскорутин. Так вот, аскорутин дает аллергию еще чаще, чем троксирутин или троксивазин. Зачитаю часть инструкции к аскорутину. Из-за содержания аскорбиной кислоты аскорутин не рекомендуется назначать в больших дозах при повышенной свертанности крови, при тамборфлебитах, склонности к фромбозам и при сахарном диабете. Кроме того, продолжительный прием препаратов, содержащих аскорбинную кислоту, приводит к повреждению инсулярного аппарата подслуживочной железы, возникновению сахарного диабета, к повреждению почек и появлению артериальной гипертонии, а также к коллегическим реакциям. И что важно для нас, это то, что как бы фармацевты не старались нам преподнести вот чудо-действенные витамины, они оказываются искусственными и находятся довольно-таки далеко от естественных. Если мы с вами съедаем этих естественных витаминов и продуктов, которых содержится и витамин С натуральный, и витамин П натуральный, и мы ничего практически не чувствуем, то, поедая вот все эти вот таблетки, мы с вами рискуем вместо, так сказать, обещанного молодости, здоровья и красоты, получить аллергию аллергию и прочие осложнения на почки и печени. Запомним. Дитролекс, препарат номер один на постсоветском пространстве, не прошедший по данным доказательной медицины ни одного исследования и не доказавший ничего, не показавший никаких результатов. Тем не менее, и в поликлиниках, и в больницах, и в коммерческих, и в государственных его стараются сосватать, можно сказать, в принудительной форме, всем. Его можно есть много, очень много, долго, очень долго. Убедительных данных о его эффективности нет, зато есть побочные эффекты. В другой таблетке, например, негативное воздействие на печень и почки, о чем совершенно честно пишет производитель. Откройте аннотацию. Вторая группа препаратов для лечения варикоза, она сейчас распространенная, массовая, и этих препаратов очень много, это препараты на основе диасмина. Всем известны детролекс, флебодия, винарус, вазокет. Ну, это еще такой неполный список этих препаратов. У них бывают те же побочные эффекты, как у троксирутина, то есть со стороны желудка, то есть могут быть и сжогы какие-то, болевые ощущения, тошноты, ну, может быть, чуть реже, чем у рутина. У них тоже бывают аллергии, но может быть, опять же, чуть реже. Ну, послушаем дальше. И теперь мы переходим к третьей группе препаратов для лечения варикозного расширения вены. Это препараты на основе конского каштана. В аптеках можно купить недорогой экстракт конского каштана или препарат на основе конского каштана под названием эскузан и еще один его аналог – эсцезан. В конском каштане содержатся вещества эскулин и эсцин. Эскулин укрепляет стенки кровеносных сосудов, улучшает кровоток и помогает бороться с тромбозом. А вот эсцин, что важно, понижает вязкость крови и способствует ее разжижению. Препараты на основе конского каштана довольно недорого стоят, но, к сожалению, у них, по сути, есть те же недостатки, что во первых двух групп лекарств. Они могут давать реакцию со стороны желудка и они тоже могут вызывать аллергии. Да, куда ни кинь, везде клинь. Существует огромное количество разных гелей и мазей. Мнение об их эффективности. Давайте послушаем. Далеко не на первом месте там указаны различные гели и мази. В аптеке вы их можете встретить великое множество. Слушаем доктора Комаровского о мазях. Главная ошибка – это огромное количество рекламы, всяких мазей, которые не надо нанести на кожу и будет вам счастье. Ну, ребят, это абсолютные мифы. Как вы понимаете, нет такого вещества, которое можно нанести на кожу и которое улучшит способность зелены, сокращаться и проталкивать кровь. То есть, включаем голову, как это может быть. Наносим гель, наносим мазь, она так раз, прошла в вену и только опа! И улучшила ее стенку. Питание стенки и так далее. Именно в питании стенки заключается основная проблема варикоза. Один из методов, который нам достался от наших предков, это использование медицинских пиявок. Послушаем, так ли он эффективен или... Это применение медицинских пиявок. Медицинские пиявки очень полезны и особенно полезны при лечении варикозного расширения вен. Медицинские пиявки прыскивают в организм специальные ферменты, которые в акирах разжижают кровь и, во-вторых, повышают эластичность кровеносных сосудов. И в этом смысле они особенно полезны. Но нужно знать, что медицинские пиявки при лечении варикоза нужно применять нечасто. В среднем один сеанс надо проводить в 2-3 недели. В сумме таких сеансов нужно примерно 5-6 или 7. И что важно, по моему мнению, при варикозе ни в коем случае не нужно ставить пиявки на печень, как это любят делать некоторые врачи. При варикозе пиявки нужно ставить только на поясницу или и на низ живота. И не нужно ставить слишком много пиявок за один раз. За один сеанс надо ставить всего от 4 до 6 штук. Только заранее хочу предупредить, что у этого метода есть, конечно же, противопоказания. Их надо внимательно изучить перед тем, как вы начнёте такое лечение. Рекомендация для беременных женщин? Рекомендация для беременных о том, что сон на левом боку для беременной является более предпочтительным, поскольку, когда мы спим на правом боку, то матка анатомически сдавливает одну из крупных вен, зарушая отток. Если вы беременны, и у вас отёки конечностей, когда возникают бескомфорт, то всё-таки спать на левом боку это не такая сложная рекомендация. Честно и откровенно, вы видели разные мои тут видосики, я над этим видео работал очень долго, пока у меня в конце концов не сложилось всё это. Свои рекомендации я дал ранее, мои рекомендации по профилактике лечения варикоза, но я сейчас их ещё разъясню. Первое. Очищение толстого кишечника. То есть мы с вами нормализуем, первое, нет особо никакого давления брюшной полости, плюс чистая кровь. Это большое подспорье для того, чтобы варикоз начал уходить. Далее очищаем печень. Очищая печень, мы с вами ещё больше нормализуем кровоток, в организме особенно венозный, плюс мы улучшаем все характеристики печени, которые способствуют восстановлению стенки сосудов. Далее, что очень важно, это вот как раз Николай Друзяк на себе опробовал приём от 500 до литра талой воды. Талая вода – это та вода, в которой плавает лёд. Так, оказывается, такая вода, она делает более текучей нашу кровь. Вот в чём её сила. Более того, значит, она и растворяет, если какие-то там возникли, ну, типа тромбов, типа ещё каких-то там отложений, она прекрасно всё это растворяет. Это очень хорошо. Далее, если вот у нас, ну, нету желания использовать талую воду, хотя я считаю, что это наиболее сильное средство, можно попробовать приём такого же количества от варопалевого хвоща или из птичьего спорыша. Эти травы, они умягчают воду, делают её более текучей, то есть, как бы, тоже будет этому способствовать, то есть, текучей крови. Далее у нас идут свежевыжатые соки для улучшения работы кровеносных сосудов. Это грейпфрут, яблочный, свекольный, капустный, огуречный, тыквенный, шпинатный, сельдереевый и сок латука. Естественно, всё это надо использовать с учётом собственной переносимости, собственного веса тела, то есть, подобрать собственную дозу. Это очень важно, потому что некоторые соки, такие, допустим, как свекольный, буквально-таки столовую ложку можно выпить, и он так шибанёт, что человек может упасть в обморок. Поэтому здесь надо потихонечку всё это дело начинать. Далее рекомендуется, вот, окером смесь соков, которые применяются при варикозном расширении вен, при геморрое, естественно, и так далее, и так далее, при подобных расстройствах. Смесь соков. Морковь 300, шпинат 180 граммов. Следующая смесь. Это самая лучшая смесь для воздействия на стенки вен. Далее, немножечко хуже, это будет смесь. Морковь 150 грамм, сельдерея 120 грамм, петрушка 60 грамм, шпинат 90 грамм. К соку петрушки надо относиться очень так же осторожно. Поэтому не 60 граммов, а, возможно, значит, гораздо меньше, буквально-таки с 10 граммов. Это очень сильный сок. Неизвестно, как он подействует. Везде включайте свой разум и дозировочку. Не надо сразу так вот брать, как рекомендовано. Ну, это в среднем рекомендовано. Далее, морковь 300 грамм, свекла 90 грамм, огурец 90 грамм. Здесь также свеклу надо сделать поменьше, значит, с меньшего. Ну, допустим, просто-напросто дожит с одной столовой ложки. И морковь, и огурец. Это такие соки, особенно огуречный сок, который вот делает, добавляет много структурированной воды, что сразу же у нас хорошо разжижает кровь. Что касается свеклы, он еще там обеззараживает и способствует тому, что является кровотворным средством. Далее, шестое, сократить, сократить, употреблять в пищу соленые сахары, продукты, их содержащие там. Также можно порекомендовать и такие тяжелые продукты, как крахмалистые, если человек слишком много булок там есть, значит, белковую пищу, тоже поменьше там копчености и прочее, 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 что делает вот просто пищу нашу тяжелой. Седьмое, важно, вот теперь мы переходим к питанию. Половина ежедневного рациона это овощи свежие, естественно, по сезону. Сезон летом, салатики различные, больше листовых салатиков, больше огурцов, больше помидор, больше, это отличная вещь. И в холодное время года, ну, как сейчас, вот зима, там, поздняя осень, это уже тушеные овощи. Восьмая рекомендация, очень важно, не переедать, как только мы с вами переели, хуже работает диафрагма, все это давление идет на наши вот этот, венозные эти стволы, нижнюю эту полу вену сдавливает, уже отток хуже. И если человек привык вот так вот питаться, естественно, он создает предпосылки для варикозного расширения вен. Как правило, не надо наедаться и на ночь, ночью надо отдыхать. Девятое, ежедневная ходьба от одного до двух и трех часов в день. Есть такие рекомендации, что разок в день подниматься пешком на четвертый этаж. Здесь лучше работает стопа, в результате чего у нас вот эти вот мышцы лучше прокачивают кровь через вены ног, особенно голени. То есть надо давать им работу. Вот тут как раз будет и клапан укрепляться и так далее, и тому подобное. Отличная, значит, рекомендация. Длительно не стоять и не сидеть. Вот как только мы встали или сели длительно, всё, мы перекрываем венозный отток. Ну, такая поза. Значит, если мы с вами длительно там стоим, ну, такая профессия есть, или сидим, то выбирать время, давать ногам отдых, то есть во время отдыха поднимать ступни вверх. Это можно делать и велосипед, такой медленный, плавный, и просто ножки так вот поставили на стеночку, да, и пусть крайний там ток крови улучшается под действием силы тяжести. То есть помогайте своим венам. Одиннадцатая. Не использовать обувь, облук которой выше 4 сантиметров. Как только выше 4 сантиметра, у нас мышечный насос мышц голени не работает. Всё, он выключился. Значит, есть ещё такие рекомендации, как использовать такие, знаете, процедуры, связанные с водой. Желательно использовать такие тонизирующие процедуры, то есть в виде душа, но при этом, чтобы вода была, ну, чуть пониже комнатной температуры, ну, допустим, градусов от 15 до 20, так. Говорят, что слишком холодную использовать не надо. Это тоже вредно. Почему? Потому что слишком холодная, вроде она как и тонизирует, вроде как всё сжимается, но во время сжимания, опять-таки, возникают разного рода там спазмы, которые ухудшают питание. А нам надо так, знаете, действовать. В баню, если вы ходите, то, естественно, на верхний полок не залазить. Умеренно париться, чтобы вам было хорошо, потому что все процедуры, связанные с теплотой в горячей ванной, парная, способствуют тому, что ухудшают работу вин, чтобы вы понимали. И в конце концов, значит, профилактически очень хорошо использовать голодание раз в неделю от 24 до 36 часов. Кому тяжело, может голодать раз в две недели, также 24-48 часов. Прекрасная рекомендация для того, чтобы улучшить кровоток, дать организму возможность для самовосстановления. Если, конечно, какие-то более тяжелые случаи, уже запущен, значит, вот этот варикоз, то можно голодать и больше. Ну, при этом, допустим, трое суток, это раз, допустим, в месяц можно голодать. А потом, если появится желание для того, чтобы, ну, как бы сказать, хорошенько поработать над стенками вен, над своими кровообращениями, вообще над организмом в целом, можно там голодать, допустим, раз в полгода и две недели, и три недели, раз в год можно еще больше. Но это тогда, когда у вас будет подготовка. А так раз в недельку, 24 часа, это прекрасно. Рекомендация для того, чтобы ваш организм начал потихонечку очищаться и восстанавливаться. Вот такие мои рекомендации. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.